Всем привет! Вот уже два видео вышло на тему фотографий SCP, а интерес к этим изображениям не угасает. Подписчики группы ВКонтакте пишут и просят показать больше SCP видео. А один из подписчиков даже заметил, что фото SCP-106 старика очень похоже на портрет Дориана Грей из фильма 2009 года. Так или иначе, в этот раз я поступил так же, как и раньше. Так что вот еще пять изображений объектов SCP, которые я расположил в порядке увеличения загадочности. Начнем с простого. И на пятом месте у нас картинка из файла объекта SCP-2999. Рабочий стол компьютера, захваченный аномальной сущностью из сюжетной ветки SCP-Смоляное убежище, которое способно существовать внутри компьютера как разумное существо. Это оказалось совсем просто, потому что автор в комментариях к этой статье указал авторство артов. И конкретно эту картинку нарисовала довольно известная художница и пользователь DeviantArt Сакстрим. Фанатка рисовать раненых людей в кукольных пропорциях. На ее странице полно подобных картинок. Впрочем, кто-то может сказать, что предыдущая картинка мультяшная и не соответствует духу сайта SCP. Так что на четвертом месте в этом видео, наверное, самая страшная картинка из всего сообщества. Вот она. Картинка из конца статьи SCP-1875. Биомеханическая шахматная машина, управляемая мозгами двух пропавших сестер, которая заставила многих людей отложить горы кирпичей. Пугающая, беспокоящая и пробуждающая страх на каком-то глубоком уровне сознания. Для того, чтобы найти эту картинку, пришлось немало повозиться, потому что, как выяснилось, она была удалена с сайта, где впервые появилась. Однако в итоге я узнал, что ее сделал пользователь DeviantArt под ником Narva из Польши. Это девушка-фотограф. И у нее там очень много таких фото. И да, это именно фотография. Так что если вы любите такое, можете посмотреть ее страницу. У нее там написано, что она запрещает показывать ее работы без разрешения. Потому ссылку на нее, а также на художницу из предыдущего места я оставлю внизу в описании. Монстры из пульсирующей плоти. Большие и маленькие, с клыками и крыльями. Лапами и шипами. Агрессивные и кровожадные. Все это третье место уровня этого видео. Они описаны в SCP-610 ненавидящая плоть и проиллюстрированы этой картинкой. Кроме этой фотографии есть и другие, показывающие этих монстров. Изначально они появились на сайте Марка Поуэлла, который сейчас не работает. Так же, как и в случае с предыдущей картинкой, просто так найти эти изображения в интернете сейчас невозможно. Но пользуясь таким инструментом, как Internet Wayback Machine, мы, конечно же, узнаем, что это был за сайт. Зайдя на него, мы сразу видим надпись. Я в основном работаю над созданием миниатюрных композиций, где воображаемые существа эволюционируют, делятся, потребляют, выделяют, размножаются и угасают. Похоже, автор создает все эти фигурки из силикона и продает. У себя в блоге он пишет, что создает свои произведения в полной изоляции, в которой он проводит годы. Так что да, вот что случается, если слишком долго хиковать. Можно начать создавать произведения искусства стоимостью от 1500 долларов каждая, а так бы мог не выделываться и работать в Макдональдсе на кассе. Такие дела. Автор говорит, что эти образы приходят к нему во сне. И та самая картинка, что иллюстрирует SCP-610, как раз называется Dream Diorama, то есть диорама сна. И гуляя по реддиту, и помня об этом факте, я наткнулся на такой вот пост в обсуждении одной из картинок Марка Повейла. В нем этот пользователь пишет, что ему снилось такое место, и оно называется Мясной Мумбай, в его сне. Сам автор в 2012 удалил свой сайт и больше не появлялся на публике. На разных специализированных сайтах, торгующих предметами искусства, время от времени появляются его произведения. Например, эта фигурка называется Мясной Собор, и уже кому-то продана. Да, на eBay или Алиэкспрессе такое не купишь. Ну что же, не так сложно найти арт-художника, который размещает свои произведения в сети. Также не сложно найти что-то, что было в интернете, но было удалено. Ведь, как мы знаем, из интернета на самом деле ничего не пропадает бесследно. А вот со вторым местом все несколько сложнее. В объекте о себе 2480 незавершенный ритуал. Кстати, очень крутой объект. Кто не видел, обязательно посмотрите на этом канале. Есть вот такая картинка, изображающая не кого-нибудь, а самого великого корциста Иона. Ключевую фигуру в ужасной религии саркицистов. После напряженного поиска в интернете мне удается найти, что это кадр из польского фильма Аш из 1987 года под названием «На серебряной планете». Фильм, кстати, имеет довольно высокие оценки и снят по книге «Лунная трилогия» Ежи Жулавского. У фильма странная история. Когда он был уже почти снят, тогдашний заместитель министра культуры Польши приказал уничтожить и сам фильм, и его декорации. Однако, автору фильма удалось сохранить отснятый материал. Через два года человек, приказавший уничтожить фильм, умер. И автор фильма из того, что у него осталось, сделал целый фильм, заменив утерянные части пересказом сюжета. Фильм начинается с того, что крылатые польские гусары Стронг и могут в космос. В общем, прилетели они на другую планету, где возможна жизнь, но потерпели крушение. В итоге событий начала фильма выжило три человека. Двое мужчин и одна женщина. Они понаделали кучу детей, и таким образом люди заселили этот пустой мир. Но в силу того, что космонавты оказались не учеными и инженерами, как это обычно бывает, а людьми, страдающими явной задержкой в развитии, вместо вопросов построения нового общества в правовом, политическом и техническом смысле, они занялись каким-то безумным самокопанием, поиском смысла бытия и проводили время в бесплодных попытках разобраться в своих бурных чувствах. И все это, несмотря на то, что набитым как-то больше 18 лет. Ну да ладно. Насмотревшись на своих отбитых родителей, детишки вместо того, чтобы построить что-то вроде уютного греческого полиса, начинают жить абсолютно диким укладом. Суть которого в том, что будни получившегося народца похожи на непрерывный перформанс, в духе того, что показано на этой картинке. Дальше спойлерить не буду. Для объяснения происхождения этой картинки этого достаточно, а сам фильм, думаю, может зайти тем, кто любит необычное кино. В конце концов, фильм, который был снят в 1987 году и похож на последнего безумного Макса и Интерстеллар одновременно, это как минимум интересно. И на первом месте у нас штука, которая является собой, наверное, самую большую загадку в мире SCP. Это объект номер SCP-2264, представляющий собой переход в измерение, находящееся где-то между мирами, и называющийся Аллагадой. По сюжету объекта переход в Аллагаду создал Генри Перси, девятый граф. В реальности, как оказалось, этих графов Генри Перси было довольно много. И тот, что под номером 9, 1564 года рождения, оказался действительно любопытной личностью. За дела своего брата, Томаса Перси, а именно за участие его в различных заговорах, Генри Перси заперли в башне. Но так как Генри Перси был богатым человеком и вообще не хреном собачим, сидел он в огромной башне посреди Лондона. Все точно так, как это описано в объекте SCP. Чтобы было не скучно сидеть, Генри нанял 20 слуг, но тусоваться с ним ему быстро надоело, и вместо того, чтобы менять холопов на борзых собак, занялся он тем, что собрал в башне огромную библиотеку, и начал устраивать встречи с самыми известными учеными своего времени. Попутно даже сделал несколько открытий. Например, увидел пятна на солнце в свой телескоп. Темный народ, прознав о занятиях странного графа, а также о том, что он атеист, решил, что тот по определению колдун. Времена-то какие были. Про этого человека ходило множество занятной конспирологии. Например, то, что он проводит алхимические опыты. То, что он возглавляет орден магов под названием «Школа ночи» и занимается знаменитым великим алхимическим деланием, которое, к слову, заключалось в прохождении четырех стадий. Нигереда, Альбеда, Цитританис и, наконец, Рубеда. О, так кстати, в SCP-2264 как раз написано, что он именно этим и занимался. Про этого человека ходило и немало других легенд. Начиная с того, что он написал все произведения Шекспира и заканчивая тем, что он тайно правил миром. Возможно, и дверь в Лагаду тоже он открыл, кто знает. Это было уже третье видео про изображение сайта SCP. А какие фотографии SCP-объектов больше всего удивляют или пугают вас? Напишите в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok